Сегодня я хочу показать, как приобретать токены Машкина, да и вообще рассказать про то, что такое вообще Машкина. Так, вот есть сайт mashkino.club, здесь можно прочитать, частично-частично на форуме, также делали анонсы, форклоги и так далее. Есть продукция, гуси, козы и гнята. Идея состоит в очень простом. Выпуск токенов, обеспеченных реальной продукцией. Токены это как ликвидный инструмент, который можно потом передать другому человеку. Юридически это звучит как передача прав требования. Ну, давайте проверим. Например, я приобретаю гуся. Гусь по номиналу стоит 1350. Значит, будет организован дисконт. Ну, пока по номиналу. Нажимаю кнопку в корзину. Товар добавлен в корзину. Ну, собственно, больше мне приобретать ничего не надо. Я сразу перехожу в корзину. Здесь сделана такая формочка. Наверное, чуть-чуть поправим. Ну, в общем, надо нажать кнопку перейти к оформлению. Гусь 1350, перейти к оформлению. Заполните форму и того, как оплатить 1350, имя, почта, телефон. Значит, имя и почта, они нужны для того, чтобы знать, кому отправить потом токен. Гусь и токен. Ну, и также телефон для... На всякий случай. Заполняю. Ярослав. Почта. Пров. 1983. Собака. Яндекс.ру. Там мой номер телефона. Продолжить. Здесь сделана форма оплаты. Так, 1350. Форма оплаты через покупок. Хороший сервис, кстати говоря. Можно оплачивать через различные платежные шлюзы. В частности, через Z-Payment. А через Z-Payment можно оплатить... Та-та-та. Так, далее. Можно оплатить с внутреннего кошелька, с Visa, Kiwi, Яндекс. Кошелек, пластиковые карты, Bitcoin, Litecoin. Так, и дальше идут Тинькофф и так далее. Вернемся. Есть возможность оплаты прямо с карты. Что довольно удобно. Там с MDM банка, либо 3D Secure. Так, назад. Давайте оплатим биткоинами. Как говорится, все, что не запрещено, то разрешено. Биткоинами 24 доллара. Оплатить. Значит, для того, чтобы оплатить в биткоинах, здесь для удобства указывается сумма в долларах, оплата по счету, такому-то, e-mail такой-то. Получить реквизиты для оплаты. Высвечиваются вот такие вот реквизиты. Значит, номер кошелька, на который нужно отправить необходимую сумму. Ну, давайте попробуем. Я пока переключусь. Отправка. Номер кошелька. Сумма. Копирую сумму. Платеж отправлен. Значит, сеть биткоина, как известно, медленная. Иногда нужно ждать подтверждения полчаса и больше. После оплаты придет сигнал о том, что дооплачено. Мы с вами свяжемся по e-mail, по телефону. После этого нам потребуется ваш номер кошелька Waves, на который мы переведем токен. Ну, в данном случае это будет гусь, гусь и токен. Показываю, как создается аккаунт. Ну, очень просто. Можно на сайте Waves Wallet. Здесь, по сути, HTML-страничка с Яваскриптом. Все шифрование и вся деятельность, она фактически производится в браузере. Можно также зайти в Google Store. Там скачать приложение. Ну, это будет примерно тот же самый Яваскрипт. Можно скачать приложение на телефон. А можно скачать HTML-файл к себе на компьютер. И будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть у меня на компьютере файл, который я открываю. И я работаю со своим кошельком, не заходя ни на какой сайт, прямо у себя на компьютере. Ну вот, нажимаем «Создать аккаунт». Все довольно просто. Здесь пишут по безопасности, что надо сохранять свой СИП. Это вот этот вот пароль. В данном случае я сейчас показываю экран. То есть это тестовый кошелек. Я скопирую для удобства этот СИП. Чтобы его по 10 раз не вводить. Значит, повторяю. Этот файл, этот СИП, его необходимо сохранить во многих местах. На всякий случай зашифровать, выписать на бумажку, положить в сейфовую ячейку. В общем, сделать так, чтобы он не потерялся. Если вы его потеряете, вы теряете свои деньги, свои токены, активы и все прочее, что у вас хранится в Waves, вы это теряете. Дальше. Здесь отображается адрес, который соответствует вот этому СИП. Я его тоже скопирую на всякий случай. Вот этот адрес как раз, это и есть номер кошелька, который нужно будет отправить нам, чтобы мы могли переслать вам токен. Имя. В данном случае это имя кошелька, отображаемого в браузере. Оно дальше больше никуда не идет. Пароль. Пароль также для сохранения только на вашем компьютере. Пароль, он никуда дальше не идет, насколько мне известно. По крайней мере, на локальном компьютере он точно никуда не записывается в файл. Зарегистрироваться. Собственно, все. Регистрация уже пройдена. Вот этот вот номер кошелька здесь вверху. Для того, чтобы скопировать, достаточно просто нажать на нем. Все, он скопирован. И, да, он точно такой же, как и в самом начале указан. Здесь указаны содержимое кошелька. Так, ну, есть портфолио, есть биржа, есть история транзакций, есть возможность выпуска своих токенов. Это делается довольно легко. Имя токена, описание, количество токенов, сколько знаков после запятой. И галочка, можно ли производить доп.эмиссию. Вот, если галочка не стоит, то, значит, будет выпущено заранее определенное количество токенов. Больше выпустить нельзя. Собственно, с кошельком разобрались. Кошелек зарегистрировали. Номер кошелька скопировали. Дальше его нужно будет отправить нам. Уже прошло одно подтверждение транзакции на оплату гуся биткоинов. Уже прошло 2 подтверждения. Это очень хорошо. Значит, вот напоминаю, здесь оплата 24 доллара. Нажму кнопочку обновить. Значит, для Z-Payment, насколько я помню, нужно время. Подождем еще. Вот у нас дела. Да, уже 3 подтверждения. Обновим покупку Z-Payment. Да, оплачено. Оплата счета 49, 30, 70. Оплата через Z-Payment. Я оплачу 24 доллара в биткоинах, которые превратились в рубли. То есть, приобретение гусей идет в рублях. Но сервис, в принципе, умеет переводить биткоины. Все. Это очень хорошо. Значит, у меня есть гусь. Дальше, по тем контактам, которые я отправил. И я отправлю свой номер кошелька. Напомню, вот этот. Waves. На который мне будет переведено один токен гуся. Гуся токен. Пришло письмо после того, как я приобрел гуся за биткоины. Пришло письмо с подтверждением об оплате 1350 рублей. И пришло письмо от самого клуба пермокультурных хозяйств Машкина. О том, что благодарим вас за приобретение товара. Гусь. Напишите, пожалуйста, в ответ ваш номер кошелька Waves. На который мы отправим подтверждение в виде соответствующего токена. Ну, один гусь это Машкина гусь. Я захожу в свой кошелек, копирую его адрес. Значит, в кошельке у меня сейчас есть токены Машкина 1250, а больше ничего нет. В ответе я укажу свой кошелек. Отправить. Подождем, когда переведут токен гусь и токен. Он должен будет отобразиться вот здесь. После того, как я отправил свой номер кошелька, через какое-то время мне пришел Машкин гусь. Вот, собственно, этого гуся я могу продать внутри клуба. Что, собственно, попробуем сделать. Я здесь захожу на внутреннюю биржу. Ввожу Машкина и Машкина гусь. У меня есть один Машкин гусь и 1250 Машкина.